Вакцинация беременных идёт во всём мире. Россия не стала исключением. Ведь заболеваемость растёт. Только за последние сутки лабораторно подтвердено 529 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим мамам необходимо в первую очередь позаботиться о своём здоровье. У многих будущих мамочек есть страх. Не навредит ли прививка здоровью малыша? И не лучше ли повременить с вакцинацией до завершения грудного вскармливания? Жительница Ульяновска Светлана пересилила внутренний страх и привелась в сентябре. Год назад она стала мамой и всё ещё продолжает кормить ребёнка грудным молоком. Героиня не жалеет, что вакцинировалась. По её словам, после вакцинации у ребёнка не возникло никаких проблем со здоровьем. Я как социально ответственный гражданин, конечно, привелась, отдала долг, так скажем, родине в плане того, что я переживаю за себя, за свою семью, за окружающих. То есть от них я могу заразиться, ребёнок мой заразиться может. Также я могу быть переносчиком. Медики также заверяют – бояться прививки не стоит. Наталья Шадрина – врач женской консультации с трудовым стажем более 40 лет. Врач уверяет – особенно важно привиться тем, кто находится в группе риска и имеет заболевание почек, ожирение, артериальную гипертензию. Наша задача – убедить, объяснить беременной, что она должна сделать обязательно после 22 недель вакцинацию. Вакцинация проводится на базе у нас второй поликлиники. Осложнений у нас не было. И вакцин называется гамма-кови-вак. Но решение сама принимает женщина – прививаться ей или нет. Врачи предупреждают – заразившись COVID-19, будущую маму могут ожидать осложнения – тромбозы, септические заболевания. Лучше всего позаботиться о здоровье заранее и сделать прививку при планировании беременности. Но есть и противопоказания, поэтому перед вакцинацией женщинам лучше проконсультироваться с лечащим врачом. Противопоказания для вакцинации являются аллергические реакции в анамнезе, наличие острого заболевания в период, когда человек решил вакцинироваться, а также обострение любого хронического заболевания. Медотвод к вакцинации может дать врач, как узкий специалист, так и терапевт, через врачебную комиссию. Период медотвода тоже разный – от месяца до полугода. Медики объясняют – введенные ограничения оправданы. Вакцинация – это гарантия безопасности людей. Сегодня в регионе важно выработать общественный иммунитет к болезни. Максим Писарев, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. Корректор А.Кулакова